Всем привет! Перед вами всем известная гора Чалыш. Ну а с правой стороны интересный отель, пятизвездочный Медер Резорт. И сейчас мы проведем его полный обзор. Вот перед вами главный и единственный корпус отеля Медер. У него всего 228 номеров. Работает отель по системе, все включено. Резорт имеет собственный пляж, и мы его вам обязательно покажем. Но это не первая береговая линия, его достоинства другие. И с этим попробуем разобраться. Вход в отель организован также и для людей с ограниченными возможностями. Созданы все условия. При входе в отель можно пройти через двери или же через вот такую вот вертушку. И попадаем в холл отеля. С левой стороны у отеля два панорамных красивых лифта. Ну а сейчас пройдем к ресепшн. И посмотрим, какую информацию мы там получим. Ваше внимание, рецепция. Здесь работают доброжелательные, внимательные люди. Как правило, общаются на многих языках. Если вам необходим качественный Wi-Fi, интернет, это за отдельную плату. Около же ресепции при поселении по номеру вы подключитесь бесплатному интернету. Курс доллар, евро. В отеле четыре категории номеров. Сингл, рум, цены в лирах. Дабл. И четвертая категория, это сютриум. Мы покажем вам. Это большие должны быть номера. Большие красивые номера. Будем разбираться. Время заселения и время выселения из отеля. Обозначено, как и во многих отелях. Все необходимые документы. Сейчас мы посмотрим двухместный номер. Номер 121. Открывается дверь, как и во всех отелях, карточкой. Карточку устанавливаем в нишу. Заработала электрика. Проходим, посмотрим. Сразу хочу сказать, номер шикарен. Ремонт качественный. С левой стороны, смотрите, ребята, кроватка. Все очень удобно организовано. Есть своя розетка, выключатель. Свет организован вокруг зеркала. Большое зеркало. С правой стороны у нас встречает тумбочка для сумок, столик, настольная лампа. Такой пуфик. Большой телевизор. Здесь же спрятан холодильник. Есть стаканчики. И отель обеспечивает водичкой. Водичка каждый день пополняется. Бесплатная здесь водичка. Так, смотрим. Красивейший торшарь. Действительно. Все очень аккуратно. Ремонт аккуратен. Вот. Иногда смотришь, стены неровные. Там еще что-то. Но вот здесь все пока идеально. Журнальный столик. Массивный такой интересный. И рядом диванчик, который можно разместить, вернее разложить. Как бы еще дополнительные места. Если вы приехали с детьми, можно как использовать как дополнительную кроватку. Ну вот, сами смотрите, как выглядит номер. Централизованная система отопления и кондиционирования. То есть, вы выставляете ту температуру, какую хотите. И, пожалуйста. Так, при входе у нас шкафы. Полочки. Здесь ничего нет. Ага, вот. Смотрите, два слова. Два слова. Тремпеля. Шкафы. Платильный шкаф. Перед вами сейф. Сейф работает за депозит. То есть, вы оставляете денежки на ресепшн. Магнит вставляем. И используем его по назначению. Будете выезжать, отдали ключик, вам вернули депозит. Смотрим сантехническую комнату. Что здесь? Ну, понятно. Унитаз, биде, два в одном. Какая-то картинка интересная. Слышно работает вентилятор. Все аккуратненько убрано. Ванна. Душевая. Все очень-очень на хорошем уровне. Знаете, вот как вот смотришь на смеситель, а он блестит. Это приятно. Полотенечко присутствует. Значит, умывальник, туалетные принадлежности. Вам напоминают стаканчик. Фин. Ой. Все работает. Полотенечко. Большое-большое зеркало. Очень полезные штучки всевозможные. То есть, полотенце можно повесить на дверь. Или же вещи. Говорю сразу, номер мне понравился. Так, попытаемся выйти на балкон. А почему же не выйти, если... Вид на главный бассейн. Вид на гору Чалыш совсем рядышком. Работает анимация. Ну и, конечно же, шикарный вид на бассейн. А бассейн здесь огромный. Отель отдыхает. Перед обедом наслаждаются солнышком. Кто-то купается, кто-то загорает. Вот так выглядят соседние балконы. Место для сушки ваших вещей присутствует. Дверь закрываем. Включается система кондиционирования. Ну что, ребят. Номер мне понравился. Сейчас попробуем, чтобы нам... Попросим, чтобы нам показали еще какой-нибудь номер для большой семьи. Вот, выходим. Забираем карточку. И электрика сразу выключается. Захлопаем дверь. Ежедневная уборка номеров. В коридорах ковролин. Вот, ходить приятно. И, как говорится, каблуками вы не будете соседа. На спа-зону мы ее покажем отдельно. Вот так вот организованные лестничные марши. Смотрите, в коридорах присутствуют кресла. Кто устал, можно отдохнуть. Работает лифт. Можете, если кто желает, подняться на лифте. Предлагаем, ваше внимание, двухкомнатный номер. Это сьют. Это family room. Номер 367. Также открываем карточкой. Заходим. Карточку вставляем в нишу. Вот. Как это все выглядит. Ну, первое слово. Вау. Значит, комната огромная. По-моему, у нас ламинат. Ну, при входе вот шкафы. Обязательно же присутствует сейф. Ребята, во всех номерах сейф, я уже говорил. Значит, под депозит. В шкафах. Да ничего особо нет. Но, на ресепшн при необходимости, вы говорите, вам выдадут тапочки. Это я уточнил. Если они вам нужны. Столик для сумок, пуфик, стол, зеркало, большой телевизор, холодильник с водичкой. Не буду показывать, открывать, поверьте на слово. Смотрите, лучше сколько здесь чего. Кровати, полуторки, диваны, которые также можно разложить. При необходимости дополнительное место. Значит, я специально уточнил, сколько можно сюда заселить людей. Потому что здесь имеется еще дополнительно вторая комната. И вот мы проходим в нее. Значит, разместить здесь можно максимум 5 человек. Смотрите, зеркало, кровать. Все мне вот очень нравится. Организовано возле каждого спального места. Потому что все любят поковыряться в своих телефонах. Есть возможность подзарядить их. Очень удобно. Опять же, массивный столик, креслица. Свет. Если вы здесь, ну, мало ли чем, газету читаете. Дополнительно, вот такой уголок. Зеркало у стола. Опять же, телевизор. Ну, все, все красиво, все хорошо. Что здесь? Балкон здесь отсутствует. Это зависит от этажа. Но отличный, красивейший вид на горы. Это все открывается. Замечательно. Два телевизора. Один холодильник. Такие отличные две комнаты. Ну, давайте еще посмотрим, что? Сантехнику. Большая семья. Должно быть два умывальника. Вот, пожалуйста. Все организовано. Зеркало. Ванна очень большая, широкая. Вот вы можете наблюдать, как это все выглядит. Туалет два в одном. Вот. Опять же, картинка, подсветка, телефон. Индивидуальное зеркальце. Показываем туалетные принадлежности. Гель, шампунь, фен и большие зеркала. Да, комната душевая или ванная комната. Очень большая. Ну, для большой семьи должна быть соответственная комната. Ребят, мне здесь очень понравилось. Рекомендую однозначно. Смотрите, можно взять, почитать книгу, как это организовано во новых отелях. Зоны отдыха. В отеле предлагают услуги СПА. Вот сейчас мы пройдем, посмотрим. Это у нас такой проход в зону СПА. Поворачиваем налево по стрелочке. Слышно сразу запах масел. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот наша СПА-зона. Ну, удивите нас чем-нибудь. Расскажите два слова, пожалуйста. Конечно, если хотите, мы можем показать, объяснить. Если отдыхаете в Турции, в первую очередь надо ходить в хамам и попробовать наши традиции. Так, все ясно. Скажите, для отдыхающих в этом отеле, чем, ну, скажем так, ну, помимо программ, которые вы предлагаете, бесплатно что-то организовано? Конечно. Конечно, сауна, хамам парная у нас там есть. Утром с 9 до 7 вечера. Вот так. Спокойно, в любое время можно сползывать. И получается, мы и даем здесь. Массаж и другие процедуры. Это отдельно платные, которые, в общем, и предлагается у вас специально, вот я смотрю, дорогие гости, предлагаю вам процедуры. Вот все прописано, что, почем. Можно приходить, ознакомиться индивидуально. И, пожалуйста, добро пожаловать. Давайте пройдем, посмотрим. Здесь у нас сауна. Здесь сауна, сухая, арминская, палатная. Здесь душевый кабинетик. Сама комната хамам. Здесь идет пилинг и пеленый массаж. Пилинг и пенный массаж. Да, это самая центральная комната, я всегда говорил, самая главная комната в хамам. Ну, это наша традиция. Хамам. Да, и вашему вниманию, смотрите, как красиво организовано. Это массажные комнаты. Здесь можно, помимо массажа, получить процедуру джакузи. Да, организованно. Смотрите, как красиво. Тут зажигаются свечи. И вино. И вино. Это если молодожены. Молодожены, да. Да, это как бы для молодожен будет самое оно. Приятно им будет. Да, красиво, молодцы. Если же пойти в правую сторону от СПА, мы попадаем в так называемый тренажерный зал, где можно позаниматься индивидуально или же с инструктором. Опять же, крутим велосипед, беговые дорожки с видом на основной бассейн этого отеля. При выходе из СПА-зоны вот так красиво выглядят переходы. Лестничные марши. Вообще, очень достойно выглядит отель. Как снаружи, так и изнутри. Смотрите, солнце и крыши. Ну и много зон отдыха. Проходим по коридору зоны отдыха около ресепшн. В холле отеля большой телевизор. Можно попросить. Бэко, кстати, если у вас какой-то интересует футбольный матч, можно организовать здесь просмотр. И сразу попадаем в полу-ресторан. Здесь можно заказать любые напитки. Привет! 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 Вид со второго этажа на бассейн. И гору Чалыш. Вот так все красиво здесь, в этом отеле. Отель Медер. Мы сейчас выйдем в бассейн. Заблудиться вам будет тяжело. Спускаемся по лестничке. Работают бутыки. К левой стороне у нас мини-клуб. Детки, здрасте, здрасте. Привет, привет. Как дела? Все супер. Ну, творческий беспорядок. Да. Как это бывает. Это снейк-бар. Игровые комнаты. Ну и диско-бар. Кто любит сладости, добро пожаловать. Можно перекусить пироженками. Кто любит мороженое, пожалуйста, мороженое. Привет, привет. Здорово. Чай, кофе. Кока-кола. Это то, в чем можно угоститься. Здесь же идут соревнования по бильярду. Хул и теннисный стол. Рядышком наблюдаем бассейн. Сейчас мы к нему выйдем. Выходим на главный бассейн. Зона бассейна. Как выглядят лежачки? Лежачки это сетчатые. Мне нравятся такие. Удобно на них без матрасов. Смотрите, с левой стороны мини-фонтанчики. Или, как бы сказать, водопадики. Форма бассейна полукруг. В общем, бассейн выглядит так же, как и выглядит сам отель. Полукругом. Очень все красиво. Полы здесь деревянные. Они не скользкие. То есть, как бы, плитка отсутствует. Упасть и что-то разбить. Нужно еще постараться. Мостики. Вот мы сейчас на мостике находимся. Такой же мостик дальше. По центру детский бассейн. С левой стороны зона отдыха. Вечернее время. Сцена. Здесь проводят всевозможные мероприятия. В данном случае недавно проводился дартс. Глубина бассейна стандартная. Метр сорок. С левой стороны присутствует пул-бар. Ну и, конечно же, работает анимация. Она работает? У-у-у! Работает, конечно! А когда вы работаете? В 10.30 у нас начинается утренняя гимнастика. Проводим дартс. А вечернее время что у вас здесь? В детской дискотеке мы устраиваем взрослую дискотеку. Шоу-программы абсолютно разные на каждый день. Так что, с нами весело! Меня зовут Лиза, я аниматор. Бар у бассейна. Соки, коктейли, алкогольные, а также пиво. Еще бар, где выпекаются всевозможные национальные блюда. Еще раз посмотрели на бассейн. Ну, идем дальше знакомиться с отелем. Карелок. А сейчас проходим в главный ресторан нашего отеля. С правой стороны туалетные комнаты, информационная доска, чтобы вы не забыли, что, когда, какие у вас мероприятия. И, в принципе, заходим в главный ресторан. При входе вас встречают. Здравствуйте! Доброго пожелаю вам! Спасибо большое! Можно посмотреть, чем нас угощают на обед. Национальные лепешки. Да, лепешка так пиде. Пиде. Да, мы уже знакомы с такой лепешкой. Интересно. Надо будет прийти ее попробовать. Ну и посмотрим. Значит, отдыхающие самостоятельно приходят и набирают столько, сколько им удобно. Что примечательно, вы смотрите на разных языках, какое блюдо, где и как называется. И выбирайте то, что вам нравится. котлеты с овощами, изюм обжаренной капустой, портулак, ну не знаю, то есть, вот приготовленная интересно, рыба на пару. здесь у нас зона гриль, рыба. Ну, не знаю, как их назвать, пишется пирог. Картофельное пюре, фитбол, вот так его готовят. Так, это рулоны курица, картофельные какие-то, картофель с начинкой, макароны. Ну, здесь берут хлеб, можно его взять нарезанный, или же, вот видели там отдельно, как бы лепешки. Салаты. Ну, ребят, смотрите, я буду молчать, что ли. Салаты из грибов, из цветной капусты, фасоль, ну, я не знаю, опять же, какая-то капуста, разновидности капусты, кабачата, перчик, большой выбор соусов, ну, конечно же, зелень, помидорки, лук, капусточка, морковка, маринованный лук. свекла, лучок, да, в общем, ну, что тут, портулак, петрушка, все в наличии. Здесь же можно самостоятельно, если вы хотите, чербу, ну, суп, вот, куриный суп с овощами, или же суп из кабачков и шафранов. традиционно чай, кофе, кофемашина, или же турецкий чай, напитки. что касается фруктов, фрукты у нас по сезону, все видите, яблочки, апельсин, ну, и, конечно же, сладости. Это то, чем всегда нас удивляют в отелях Турции. Большой выбор, очень большой выбор сладостей. Так, сейчас я вам показываю зал, в котором, зал ресторана, в котором принимают пищу. Зал довольно вместительный, но, что хочу сказать, если вам, здесь система работает очень хорошая, кондиционирование, но при необходимости мы можем выйти на улицу, то есть, и находиться вот на таком, на такой террасе или балкон, и, скажем так, сразу получаем вид на бассейн, смотрим, что у нас здесь происходит, любуемся горой, ну, и симпатичным отелем. Все это зона ресторана. Добро пожаловать. Отель обедает. Ну, и всем приятного аппетита. О, ну, и как же без шефа-повара. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Окей. Смотрите, вот мы смотрели, как готовили лепешки, что у нас получилось. Сидеть бывайчик. Пешекюри дарим. Что касается пляжа. Пляж пешей доступности порядка 7 минут. Собственный пляж на пляже Moonlight, но здесь организован вот такой вот шаттл, так называемый. Это микроавтобус. И вас подвезут прямо к пляжу. Курсирует он раз в полчасика. Здесь же вы смотрите график передвижения. 9, 9.30, 10 и так далее. От пляжа до отеля в обратную сторону. Ну, а сейчас посмотрим, как выглядит пляж. Для этого к нам подъехал так называемый шаттл. Мы сейчас загружаемся в автомобиль и направляемся в сторону пляжа. Морябе. Морябе. Бич, пляж, море. Бич, пляж, море. Спасибо. Машина отправляется четко по расписанию. То есть, если вы немножечко опоздали, придется подождать следующую машину. Она будет через полчасика. Сейчас покажем маршрут к пляжу. Теннис. Теннисный спорткомплекс. И вот такой вид гора челыш. Поворачиваем направо и автомобиль направляется в сторону так называемого парка и пляжа Moonlight. Там же и находится пляж отеля. Как найти машину? На лобовом стекле есть вывеска нашего отеля Modern Resort. Подходите к автомобилю по графику и загружаетесь, и вас водитель увозит в отель. Ну, сейчас идем смотреть наш пляж. Сейчас мы находимся в парке Moonlight. И это аквазона, которая принадлежит отелю Meder. Здесь две горки. Довольно большие скоростные горки. И бассейн, который разделен как бы на две зоны. Зона для горок, чтобы люди не сталкивались. И зона плавания. Там глубже. Люди отдыхают здесь на лежачках. Здесь же можно перекусить. В районе зоны отдыха присутствуют столики. Можно заказать пиццу, покушать картошечку. Это все входит в проживание в отеле. Также с левой стороны вашего внимания. Можно подойти к бару. Привет. Привет. Попить чаю, кофе, а также присутствуют спиртные напитки. Туркиш чай. Добрый пожар. Спасибо большое. Спасибо . Ребята. Смотрите, здесь это все входит стоимость путевки. Вы приезжаете сюда и отдыхаете. А сейчас посмотрим, как делают лепешки без лиме. Тоненько-тоненько раскатывается тесто, после чего укладывается начинка. в данном случае это у нас сыр, чиз, зеленью. вот закрывается лепешечка и получился такой чебурек. Окей. И начинали его жарить на разогретой такой сковородке, которая выгнута наоборот. так вот одну уже лепешечку перевернули, вторую только уложили. Да, да. Вот смотрите как. Оп. Окей. Я. Масло. Да. Ага. Макияж. Макияж. Ооо. Гюзель. 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 Здесь же можно заказать картошечку фри и бургер. Лежаки везде похожи. То есть сеточка находиться удобно. Они быстро высыхают. навесы присутствуют. Идем смотреть пляж. Вот здесь пешеходную дорожку здравствуйте пересекаем и попадаем на пляж отеля Медер. Медер и с левой стороны вот видите кстати надпись читаем Медер снизу вверх. Есть две кабинки для переодевания и вот с левой стороны это пляж отеля Медер. на пляже песочек как и на всем пляже Мунлайт значит навесы так называемые зонтики топчаны всего хватает. Сейчас посмотрим как выглядит сам вход в воду песочек дальше есть небольшие камешки но они не критичные вот так вот выглядит вход в воду со стороны пляжа красивейшие виды с левой стороны водные аттракционы но есть специальное ограждение куда нежелательно заплывать если вы хотите смыть соленую воду с себя или соль можно принять пресный душик имеется зеленая зона отдыха здесь сосны тенечек и вам находиться здесь будет приятно еще раз показываю пляжную зону и сам пляж отеля на этом обзор отеля Медер будем заканчивать всем мира добра всем пока медер